Вы смотрите итоговый выпуск программы Де Факто о событии и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. Выпил и не хотел сдаваться ГАИ. В Гомеле мужчина устроил погоню по улицам и дворам микрорайона. Пьяная удаль не знает границ. В поселке Янтарный скутерист протаранил автомобиль госавтоинспекции. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели вальщика леса. В Мозере милиция задержала мужчину, который нашел чужую банковскую карту и сходил с ней в магазин за покупками. Безопасность детей и забота родителей в рейдовых мероприятиях с ГАИ побывала Вероника Гомзюкова. Как защитить юных пешеходов и какую работу в преддверии нового учебного года проводит госавтоинспекция региона? Поговорим об этом с экспертом. Начнем выпуск с обзора главных происшествий за неделю. В поселке Копцевич и Петриковского района горел жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в половину восьмого утра. При проведении разведки спасатели обнаружили погибшую женщину. Причина возгорания дома устанавливается. Проверку по факту гибели проводят следователи. В Гомеле нетрезвый водитель-бесправник совершил два ДТП подряд. Скрылся с места происшествия, а потом сбил женщину на перекрестке. Мужчина проехал на красный сигнал светофора, однако после инцидента на пешеходном переходе остановился. Пострадавшую госпитализировали. Виновника ждет наказание. Сотрудникам ДПС пришлось погоняться в Гомеле за еще одним нетрезвым водителем. Мужчина ехал на Ситроене по улице Ильича, когда его попытался остановить сотрудник дорожно-патрульной службы. Требования водитель проигнорировал и попытался скрыться. В погоню за ним пустился экипаж ДПС. Далеко уйти нарушителю спокойствия не удалось. Его задержали. Гонщиком оказался гомельчанин 83-го года рождения. Мужчина был пьян. Пьяный бесправник протаранил автомобиль ГАИ. Столкновение со служебной машиной произошло в поселке Янтарный Гомельского района. Во время несения службы один из инспекторов обратил внимание на движущийся мопед без регистрационных знаков. Поводом для остановки также стало отсутствие у водителя мотошлема. Правда, на требования сотрудников ГАИ он не отреагировал. Через некоторое время после непродолжительного преследования водитель все же стал снижать скорость. Наряд ДПС обогнал мопед и остановился для задержания нарушителя. Однако тот продолжил движение и совершил наезд на патрульный автомобиль. Необычная находка в огороде. Житель деревни Старая Лутава Лоевского района на своем приусадебном участке нашел боеприпасы. Тут же набрал номер оперативно-дежурной службы районного отдела внутренних дел. На место выехали сотрудники милиции. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели вальщика леса. Трагедия произошла в Рогачевском районе вблизи деревни Дубрава. По предварительной информации, во время проведения работы на одного из сотрудников упало дерево. 39-летний мужчина погиб. Все обстоятельства ЧП выясняются. В Мозере нашли мужчину, который рассчитался чужой банковской картой в магазине. Кассира не смутила, что на карте женское имя, а когда она попросила мужчину ввести пин-код, покупатель предложил разбить чек на три суммы, чтобы рассчитаться по терминалу бесконтактным способом. Работница магазина согласилась. Так, присвоивший чужую банковскую карту мужчина совершил покупку товаров на общую сумму более чем 50 рублей. Но сотрудники отдела К вычислили похитителя. Мужчина подобрал карту на улице. Видимо, вернуть находку хозяйке ему помешало криминальное прошлое. Пытались потушить своими силами, но не вышло. В Гомельском районе во время уборочных работ сгорел трактор. Это случилось в поле недалеко от поселка Мастище. Потушить технику смогли только пожарные. В результате происшествия трактор уничтожен полностью. Износ и разрушение его деталей рассматривается как основная версия причины возгорания. Не за горами массовая уборка листьев и подготовка огорода к зиме. Значит, над частным сектором вновь поднимется дым костров. Для владельцев сельских домов, приусадебных и дачных участков это наиболее простой способ избавиться от мусора. Но он же и самый опасный. Только за последние 10 дней по причине зажигания листьев и сухой травы пострадали двое взрослых и ребенок. Подробнее об этих происшествиях и коварном способе наведения порядка в нашем следующем материале. 20 августа в Брагинскую центральную районную больницу поступила женщина 79 лет. 30% ее кожи пострадала от термических ожогов, которые она получила при сжигании мусора на своем подворье. 25 августа в то же медучреждение попадает 32-летняя жительница райцентра. Диагноз – термический ожог лица от пламени. Причина идентична – на своем участке сжигала ссор. На следующий день госпитализировали с ожогом лица шестиклассника. Повреждения получены в результате неосторожного обращения с огнем при сжигании отходов. Ребенок бросил в огонь пластиковую бутылку с остатками бензина. Люди не всегда задумываются, каким последствиям могут привести их поступки. Когда пламя, подхваченное ветром, перебрасывается на близлежащие территории и постройки, то справиться с ним без помощи спасателей в таких ситуациях уже невозможно. За 7 месяцев этого года на территории Гомельской области произошло 26 пожаров в садовых товариществах. Поэтому сотрудники МЧС регулярно проводят рейды по дачным поселкам. В этот раз в центре внимания садовое товарищество «Скиток». Дело в том, что каждый человек, который имеет участок, естественно, он еще и другому подскажет. Некоторые, конечно, есть у нас соседи, которые вот в такую погоду могут разжечь костер, невзирая на то, что это день, понимаете? И вот ветер, допустим, вот туда, нет, когда ветер сюда, мы должны вот это то ли прячься, то ли что. Ну, конечно, естественно, делом замечаний. Спасатели напоминали владельцам участков об опасности сжигания мусора и сухой травы, а также рассказали, как это делать правильно. Костер можно разводить только в безветренную погоду при обязательном наличии первичных средств, пожаротушения и на безопасном расстоянии. 10 метров от зданий, 20 от лесного массива, 30 от мест, где складируется сено или солома. В Гомельском районе участились случаи возгорания в садоводческих товариществ и в дачных кооперативах. Пожары связаны, в первую очередь, с неисправностью печного отопления, нарушением эксплуатации электросети и электрооборудования, также неосторожное обращение с огнем. Сжигание мусора – это очень актуальная тема в нынешнее время, в связи с сложившимися погодными условиями. Нередко выжигание сухой растительности приводит к возникновению пожаров, поэтому хотелось бы обратиться к гражданам. Не выжигайте сухую растительность и в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101-112. Параллельно с профилактическими мероприятиями по выжиганию травы инспекторы решили проверить и состояние печного отопления. Оказалось, что владельцы домов поддерживают печки в надлежащем состоянии. Однако мелкие нарушения были выявлены. Впереди отопительный сезон, поэтому в ходе рейда обследовалось печное отопление. Акцент был сделан на установку притопочных листов согласно норме правил пожарной безопасности. Поэтому, уважаемые граждане, соблюдайте пожарную безопасность и домовладение. Ежегодно палы наносят огромный ущерб по всей республике. Даже пламя небольшого костра при порыве ветра моментально распространяется, захватывая огромные территории. За выжигание сухой растительности либо неприятие мер по ликвидации палов на земельных участках предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 40 базовых величин. По данным Всемирной организации здравоохранения, травмы, в том числе полученные в результате ДТП, являются одной из основных причин смертности несовершеннолетних в Европе. В Беларуси ситуация улучшается. За 7 месяцев этого года число аварий уменьшилось с 220 до 207. Что позволило снизить печальную статистику и как обстоит ситуация на наших дорогах. Ответы на эти и другие вопросы искала Вероника Гамзюкова. На этой видеозаписи вы видите, как отец-бесправник на мотоцикле с двумя детьми пытается скрыться от сотрудников ГАИ. Шлемов не было ни у мужчины, ни у его детей. Одному из которых 10, другому всего 2 года. Когда водитель увидел инспектора в ГАИ, то вместо того, чтобы остановиться, резко свернул на проселочную дорогу и дал газу в надежде скрыться. Но в итоге не совладал с мотоциклом и опрокинул его на песок. Как оказалось позже, у горе отца не было прав, а в его крови обнаружили более 2 промилле алкоголя. А вот на этой записи видно, как женщина едва не совершила наезд на трех детей на пешеходном переходе. Подъезжая к Дебри, она даже не снизила скорость. Также следователи устанавливают обстоятельства наезда на трехлетнюю девочку в Речицком районе. Ребенок вместе с двумя сестрами и братом находился у бабушки с дедушкой. Ее мама вместе с родственниками вышла к автолавке, которая подъехала к их двору. Взрослые, увлеченные приобретением товара, не заметили, как девочка вышла со двора и выбежала на проезжую часть. Сейчас малышка выписана из больницы. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области расследуется уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого был травмирован трехлетний ребенок. Следователями устанавливаются не только причины, но и условия, способствовавшие совершению рассматриваемого ДТП. В отношении виновного лица санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. За семь месяцев этого года произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 28 детей получили повреждения средней степени тяжести, а один ребенок погиб. В целом по стране уменьшилось как количество ДТП с участием детей с 220 до 207, так и число пострадавших с 233 до 213. Ответственность за безопасность детей на дорогах в первую очередь лежит на взрослых. Сотрудники ГАИ просят родителей чаще напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения и стараться быть для них примером. Как раз в преддверии нового учебного года внимание инспекторов приковано к юным участникам дорожного движения. В рамках таких республиканских акций, как «Маленький пассажир. Большая ответственность», «Безопасная дорога в школу» и «Внимание, дети» сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание соблюдению скоростных режимов и правил перевозок детей. Родители-водители, которые не нарушают ПДД, получают приятные презенты от инспекторов ГАИ. Водителям, которые перевозят своих деток без нарушений правил дорожного движения, то есть пристегивают ремнями безопасности, используют детское удерживающее устройство, они получают сувенирную продукцию, а уже малыши-карандаши получают канцелярские принадлежности. Родители действительно беспокоятся о безопасности своих детей и каждый родитель перевозит ребенка либо в детском кресле, либо используя детское удерживающее устройство, то есть бустеры. Самое частое нарушение, ну, как показал сегодняшний рейд, это, конечно же, бывает, что даже при подъезде школы, имея в наличии детское удерживающее устройство, либо кресло, родитель перевозит ребенка, просто посадив на заднее сидение, либо на переднее. Республиканская акция «Внимание, дети» продлится до 4 сентября. В этот период, в дневное время суток, движение должно осуществляться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Госавтоинспекция обращается ко всем водителям, быть отдельно внимательными, потому что на дорогах уже большое количество появляется юных участников дорожного движения, поэтому проявляйте внимательность при подъезде к пешеходным переходам, также вблизи остановочных пунктов, ну и, конечно, при движении в дворовой территории будьте очень внимательны, потому что дети могут, скажем так, выйти на дорогу даже из-за стоящего транспорта. При переходе через проезжую часть дороги пешеходы, конечно же, должны быть внимательны, но и не меньше внимательны должны проявлять и водители, которые подъезжают к пешеходным переходам. При подъезде к пешеходному переходу водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность остановиться в случае появления пешеходов на переходе. Что касаемо пешеходов, то, конечно же, они должны проявлять внимательность, и при подходе к пешеходному переходу обязательно стоит посмотреть по сторонам и убедиться, что транспортные средства остановились и водители вас пропускают. За невыполнение этого требования предусмотрена административная ответственность, предупреждение или штраф до двух базовых величин. Если родители будут соблюдать правила дорожного движения, будет меньше поводов для волнения за своего ребенка. Вероника Гамзюкова, Евгений Макеенко, Игорь Морищенко. Специально для Дефакто. Еще несколько дней и школьники снова станут активными участниками дорожного движения. В этом году в Беларуси за парты сядут более 1 миллиона 30 тысяч учеников. Как обеспечить их безопасность на дороге и кто несет ответственность за обучение детей правилам дорожного движения? Об этом поговорим с заместителем начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского обл. сполкома, майором милиции Владимиром Чекезовым. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте разберемся. Вот 28 детей пострадали в этом году на дорогах Гомельской области. О чем говорит эта цифра? Да, действительно, мы констатируем столь печальный факт, что 28 детей пострадало. Мы наблюдаем небольшое увеличение количества пострадавших. Это примерно 7%. По каждому факту мы проводим разбирательство, выясняем причины и условия, способствующие совершению данных ДТП. То есть в целом, в принципе, данные статистики удается сдерживать? Да, безусловно. Мы принимаем все возможные для этого меры. Каковы самые распространенные причины травмирования детей на дорогах Гомельской области? Здесь нужно отметить, что по причине нарушений со стороны водителей, основная, самая распространенная причина, это является нарушение правил проезда пешеходных переходов, а также нарушение правил перевозки детей. Со стороны детей это является нарушением перехода в неустановленном месте проезжей части, а также внезапный выход на проезжую часть из-за каких-либо препятствий, транспортных средств, автобусов, троллейбусов, в тех местах, где у водителя ограничена видимость. Это очень часто происходит во дворах, когда плотно припаркованы автомобили вдоль проезжей части, и некоторые водители не соблюдают скоростные режимы движения во дворах, и движутся со скоростью более 20 км в час, и тогда происходят несчастные случаи. Да, действительно, именно так. Здесь следует обратить внимание водителей, которые движутся беспечно по дворовой территории, когда ребенок играется и перебегает к проезжей части за стоящую транспортную... И для водителя это может быть полная неожиданность. Кроме того, тот же самый ребенок может передвигаться на велосипеде абсолютно свободно, правилам дорожного движения не запрещается. Преимущество, конечно же, в дворовой территории имеет пешеход и велосипедист. В наш техногенный век, безусловно, дворы не стали безопаснее. Наоборот, детям все сложнее и сложнее в них ориентироваться. Скажите, как повлиять на уменьшение количества ДТП с участием несовершеннолетних? Прежде всего, здесь необходимо понимание как взрослых, так и детей о необходимости в строгом соблюдении правил дорожного движения. Элементарные правила перехода проезжей части, перевозки детей. Хотелось бы привести пример ДТП, которое произошло в июне текущего года на территории Житковичского района, когда водитель, женщина, управляя транспортным средством по автодороге Минск-Микошевича, перевозя несовершеннолетнего ребенка, пренебрегла требованию правил дорожного движения и по предварительной информации не пристегнула в транспортном средстве ребенка. Хотя все возможности для этого и бустер, поддерживающий устройство, имелись. При совершении ДТП, съезда в кувет и опрокидывании ребенок, к сожалению, погиб. Как бы Вы оценили действия таких водителей? В принципе, иногда нарушают люди правила дорожного движения от дома до садика 300 метров, и ребенок либо не успевает пристегнуться, либо люди просто забывают. Что здесь происходит? К сожалению, здесь, конечно, видим, что не все родители понимают и дают отчет своим действиям. Где-то может быть беспечно. Конечно, необходимо всегда и везде. Это примеры есть и по республике, когда собственные родители, нарушая правила дорожного движения в части перевозки детей, потом страдают. Эта травма остается на всю жизнь. Очень часто дети попадают в ДТП на пешеходных переходах, то есть там совершаются наезды. Как их уберечь и о чем должны помнить родители? Конечно же, как правило, дети учатся и начинают переходить проезжую часть вместе с родителями. Поэтому, конечно же, здесь личный пример. Кроме того, необходимо разъяснять детям о том, что даже если выходишь на проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый разрешающий сигнал, это не дает гарантии того, что по пешеходному переходу может ехать автомобиль. На разрешающий сигнал светофора стрелку при совершении правого поворота. Ну и в других случаях. Поэтому здесь обязательно необходимо убедиться в отсутствии приближающего транспортного средства. То есть смотреть по сторонам. То есть голова должна вращаться на 360 градусов? Достаточно налево-направо посмотреть и убедиться в отсутствии. И если даже транспортное средство приближается, надо убедиться о том, что водитель вас видит, и о том, что он вас действительно пропускает. И только убедившись в этом, выходить на проезжую часть. Достаточно ли сегодня учащиеся информированы о важности соблюдения правил дорожного движения? Я считаю, что действительно достаточно. Средств для этого очень много. Это из средства массовой информации, это интернет, это непосредственно личное участие сотрудников гос. инспекции в проведении профилактических мероприятий. Мы идем в школы, в садики, средние учреждения образования, высшие. Также при посещении трудовых коллективов мы разъясняем взрослым водителям, что необходимо делать для того, чтобы ребенок был в безопасности. Я думаю, что все водители Гомельской области, и Беларуси в целом, с началом нового учебного года должны быть более внимательны на дорогах, потому что количество юных участников дорожного движения возрастет. Да, действительно, в этот период, когда дети возвращаются с мест отдыха и выходят на дорогу при движении в школу, возвращение обратно, конечно же, скажем так, движение детей на дорогах, оно существенно увеличивается. В связи с этим МВД Республики Беларусь ежегодно традиционно с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября проводят комплекс профилактических мероприятий под названием «Внимание, дети!». В этот период водители обязательно должны включать ближний свет фар, либо ходовые огни. Владимир Николаевич, я благодарю вас за конструктивный и полезный разговор. Спасибо за внимание. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, попавших в объективы видеокамер, телефонов, регистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. В «Видном» строители спасли людей из горящей квартиры с помощью люльки. Огонь вспыхнул на балконе девятого этажа. После мощного хлопка пламя стало стремительно распространяться. В итоге жители некоторых квартир оказались заблокированы. На помощь пришли рабочие, которые по счастливой случайности в этот момент ремонтировали фасад здания. Владивосток ушел под воду, и ливни не прекратятся еще три дня. На Владивосток обрушился тропический шторм, который принес с собой в регион ливни. Дожди привели к сходу селий. Потоки грязи и камни рухнули на автомобиле и дороге, местами блокировав движение. Есть пострадавшие. Коммунальные службы работают в авральном режиме. Оранжевый уровень опасности ввели в Испании. Там уже несколько дней идут ливни, затоплены улицы, власти вынуждены были перекрыть дороги. В ближайшее время дожди обрушатся на Валенсию. От грузовиков лучше держаться подальше. Вот какое видео запечатлел видеорегистратор. На полном ходу у самосвала лопнуло колесо. Благо у него их аж 10 пар. ДТП не произошло. Но водитель легковушки не на шутку испугался. А кого же действительно охватило жуткое чувство страха, так это автомобилиста из России. Дорогу мужчине едва не перебежал лось. И непонятно, чего животное испугалось больше, машины или крика водителя. Видео из Аргентины. Мотоциклист случайно заехал на трассу, где проводился заезд спортивных автомобилей, участвующих в ралли по бездорожью. Итог видите сами. Пожалуй, иногда лучше обращать внимание на знаки и таблички на дорогах. На сегодня все. Увидимся в это же время ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова